С приветом, Набутов! Вот, а в следующем часе к нам в нашей студии появится Николай Николаевич, звонится, конечно, как всегда, сегодня пятница, я сделал очень любопытный такой дайджест главных событий недели, будет что обсудить, поверьте, будет серьезно. Давай, традиционно мы начинаем эфир с ваших сообщений. Дмитрий, дорогой, это к Дмитрию Владимировичу обращение Савицкому, не извиняйтесь за то, что вы уже сделали, вы проделали огромную работу, спасибо вам за это. Это время форс-мажора, увы, буду еще перечислять вам деньги обязательно. Главное, не закрывайте возможность поддержки, держитесь, обожаю вас, без вас не представляю своего дня. Могу слушать эхо Европу максимум, но не хочу этого делать, так как дороги мне вы. Извините за переводы в сто и один. Наш постоянный, кстати, слушатель Кожмели, который вот такое сообщение оставил и реагирует на огромное количество разных тем, которые мы обсуждаем в эфире, друзья. Ну а все ваши сообщения мы продолжаем собирать на нашем сайте silver.ru и огромное вам спасибо всем за поддержку. Полностью присоединяюсь. Ну что, поехали к другим событиям всяким разным. Мы что-то про футбол хотели сегодня начать. Спортивные темы не очень у нас идут, наши аудитории, но тем не менее. Нет, но есть новости, которые просто связаны не со спортом, а с мгновенной кармой. Помните ли вы, друзья, как 19 июня футбольный клуб Сочи обыграл Ростов, который из-за вспышки коронавируса в команде выставил на игру вместо основного состава состав молодежный. Сочи тогда обыграли этот состав со счетом 10-1. Это вызвало, в общем, довольно большое недовольство в публике. Это обсуждали, да, что ну ребята, ну па-па-па, это не футбол. Просто в Ростове была вспышка коронавируса, кстати говоря, как в некоторых других клубах. И они не могли выставить основный состав, прислали, хотя им очень нужны были очки, потому что они борются за Еврокубки. Соответственно, они вынуждены были выставить молодежную команду, совсем детей там, 17-20 лет в среднем. И футбольный клуб Сочи, который состоит из резервистов «Зенита», им навалял. Но нет, там не пронавалял. Негодование у зрителей матча вызвало реакция Сочи, к которым Ростов обратился с предложением перенести игру. А те сказали, не, ребята, будем играть. Так вот, ребята, тема про мгновенную карму. Давай, подожди секунду, почему так произошло? Потому что, почему вообще такое появилось обращение? Потому что до этого они переносили, там были переносы других матчей, когда Сочи пошел, или Сочи пошли навстречу, скажем так, и переносили матч. Сказали, дескать, ну вас, вот вам же переносили, почему бы сейчас не перенести? Дело в том, что сейчас календарь спрессован настолько сильно, практически он будет проходить без пауз, что там в силу разных, в силу прежде всего этого соображения, они отказались. Да, ну, что Ростов выставил второй состав. Сочи их обыграл, здесь, ну, выходит, это футбол, в конце концов. Да, я напомню, но, друзья, вчера выяснилось, что теперь, в свою очередь, футбольный клуб Сочи не сможет принять участие в игре, в одной из игр премьер-лиги против Тамбова, потому что у них в команде вспышка коронавируса. 9 футболистов в Сочи 16-го числа вчера сдали положительные тесты на ковид. И, кстати, не только у них, но, надо сказать, что этот матч уже для Сочи ничего не решал, там, строчкой ниже, строчкой выше, условно говоря, не имеет никакого значения. Более того, абсурдная ситуация заключается в следующем, что две команды в чемпионате в премьер-лиге, в нашем главном, главной лиге, значит, две команды, которые занимают последние два места по регламенту, они должны вылетать из премьер-лиги. А, то есть это 15-я и 16-я команды. А 13-я и 14-я играть в переходных матчах, соответственно, с 3-й и 4-й командой из ФНЛ, из перенста ниже уровня. Такой регламент. Так вот, переходные матчи в этом году вообще отменили, а, соответственно, последние две команды, судя по всему, не вылетают, потому что первые две команды из ФНЛ собираются сняться и отказаться от участия в премьер-лиге, потому что у них просто банально нет на это денег. Это, кстати, старая беда нашего футбола, когда очень часто команды из-за финансовых соображений вынуждены не сознательно не идти на повышение в уровне лиги, потому что это принципиально другие расходы. О, спасибо нашему слушателю, который прислал сообщение. Это фраза, которую я тебе озвучила минуту назад во время выпуска новостей. А что Витя сегодня такой серьезный? Ребят, я не знаю. Ну... Я не знаю, почему Витя сегодня такой серьезный. Почему я такой серьезный? Потому что вчера был несерьезный вечером, я отмечал победу, заканчивая с футболом Мадридского Реала в Ла-Лиге. Да, все понятно. Очередной 11-й трофей Зидана. Да, не самая яркая игра, но тем не менее, все выигранные матчи по окончанию пандемии. И все это произошло на фоне объективного кризиса в Барселоне, который вообще вчера еще, по-моему, Сосуни умудрился проиграть. Матч, который обязана была выигрывать в любом случае. Да, от нее уже ничего не зависело. По пункту седали, да. Но тем не менее, а вдруг бы Реал проиграл? Или сыграл в ничью, еще оставался какой-то призрачный шанс? Нет. Увы. Нет, и, значит, Зидан выигрывает 11-й титул. Это его вторая Ла-Лига вместе с Реалом. Впереди еще Лига Чемпионов. А Барселона впервые за долгое время, кстати говоря, не смогла выиграть ни чемпионат, ни кубок. И в Лиге Чемпионов, в общем, еще посмотрим, что с ним и будет. Я поздравляю болельщиков Мадридского Реала. В этом году победы вполне заслуженные. И успехов в Барселоне в следующем сезоне. И болельщикам Атлетика тоже. Извините, люблю испанский футбол. Витя, хватит топить за зенит, Сочи были неправы. Ху! Ну что, значит, Сочи тоже должен был молодежку выставить. Но тоже странно. В конце концов, это футбол, это деньги. Добивайте, пишет там Станислав. Нет, нет, но при всем моем таком специфическом отношении к нашему чемпионату, по понятным абсолютно всем соображениям, и к футбольному клубу Сочи, который на самом деле футбольный клуб Динамо из Санкт-Петербурга. Но в городе Питере, чтобы вы понимали, как дела делаются, давно есть негласная установка. Один город, одна команда. И эта команда, понятно, зенит Санкт-Петербург, которая аккумулирует на себя все, так сказать, внимание болельщицкое. Кстати говоря, пример футбольного клуба Динамо, еще раз к тому, о чем я говорил, что в свое время они фактически негласно отказались выходить в Премьер-лигу. У них был шанс несколько лет назад. Именно, а, по финансовым соображениям, б, чтобы не топтаться в одном чемпионате вместе с Зенитом. Ну, короче говоря, в общем, в Питере только Зенит. Поэтому надо было что-то с Динамо делать, его назвали Сочи, перевезли в Сочи, и туда спустили, по-моему, половину второго состава Зенита, плюс Кокорин, который наказан и отбывает там, так сказать, свою ссылку. Друзья, плюс 7903-797-6333. Через несколько минут перейдем к другим новостям, ждем ваши комментарии. Оставайтесь под серебряным дождем. С приветом, Набутов. Хорошо, друзья, все, с футболом закончили. Доброе утро, 730-101, наш телефон в московской студии, плюс 7903-797-6333. Номер для ваших смс-сообщений, он же в WhatsApp. В следующем часе звонится, туда основная политика у нас пойдет. В том числе и про Беларусь. В том числе и про Беларусь. Давайте я быстро вам закину, что, значит, во-первых, ну там арестован Бабарико, что еще любопытного, зарубили всех абсолютно, практически всех оппозиционных кандидатов, кроме супруги этого блогера. Штабы которых объединились. Да, и штабы накануне объединились. Всех, кто, по-моему, остался в гонке. Да, сейчас я уточню. Вот, и со словами, что, дескать, мы объединяем наши усилия с тем, чтобы в случае, если бы Лукашенко не сумеет сам себя протащить там любыми способами, то после этого мы проведем новые свободные и честные выборы. Это, собственно, в штабе Валерия Цепкало, и как раз Виктора Бабарико заявили, что они объединяются со штабом как раз кандидатов президента Беларуси Светланы Тихановской. Она жена арестованного оппозиционного блогера, которую допустили к выборам, в отличие от Цепкало и Бабарико. Да, но вы знаете, что делает после... Это потрясающе, да? То есть блогер популярный сидит, его жена собирает подписи, и, собственно, из этого сбора и выросла вот эта вся недавняя буча в крупных городах Белоруссии с этими гигантскими очередями сдать подпись в поддержку Светланы Тихановской, ну, а фактически ее супруга. Так вот, понимая, что в гонке пока официально остается одна барышня, президент Лукашенко накануне предложил закрепить в Конституции положение, по которому глава государства может стать только тот, кто служил в армии. У кого есть усы! Красиво! Я не знаю, успеет ли он привести эту норму оперативно сейчас до выборов, а выборы там 9 августа, между прочим. Да. Я не уверен. Почему? Потому что... Ну, несколько недель осталось. Если, условно, он протащит эту норму... Я не знаю сейчас, я просто размышляю, сходя из этой информации. Если ему удастся эти три недели быстро это все дело проголосовать, и это будет распространяться на новые выборы, то, соответственно, Светлана Тихановская, которая, судя по всему, сейчас при всем админресурсе, накрутках, каруселях и всех знакомых нам бета, может просто размотать господина Лукашенко, аккумулировав все возможное протестное голосование в Беларуси. Разумеет. Но это как, слушай, с голосованием по поводу вот за того же арестованного фургала, да? Когда нам слушатели писали, мы не за шпроты голосовали, не за фургала, а против шпорта. Мы не за шпроты, мы за винтай. Мы за винтай. Да, конечно. Минтай, уходи. Минтай, отпускай. Отпускай. Красиво, да? Молодец. Слоган, копипастик, копипастик вообще. И попробуйте задержите нас за такой слоган, да? Шпорта, конечно, шпорт, ребят. Шпорт, шпорт. Значит, конечно, шпорт я. Смеюсь. Так вот, что сказал Лукашенко по этому-то? Какой он главнокомандующий, если не знает, что такое армия? Будет рот раскрывший ходить, тут ему лапши на уши навешаешь. Скажешь, СВД, это снайперская винтовка Драгунова. А он подумает, что танк не служил в армии, значит, тебя там, на президентской должности быть не должно, сказал Лукашенко. Президент также пошутил, что если женщина захочет возглавить страну, то ее заранее отправить в бригаду, чтобы она смогла отличить БТР от танка. Вот. Такая, в общем, хитрая. Понятно, против кого все эти эскапады направлены. Ну, не знаю, поживем и увидим в Беларуси, конечно, весело. Я напоминаю, что по данным оппозиционных экзитпулов и всяких исследований, которые появлялись в прессе, реальный рейтинг Лукашенко 3%. Ну, у него сейчас и кличка, собственно, такая. Саша 3%. Что говорят, его бесит невероятно. Там Саша 3, даже пускай не 3, но реально, говорит, со всеми накрутками, госслужащими и прочими. Послушай, даже если 23. 15-20% больше ему не притянуть. Ну, либо надо какие-то экстраординарные, уже абсолютно тоталитарные меры принимать. Черт его знает, не знаю. Какая у нас там игра, у России я имею в виду. Наши то ли отстранились, но думаю, что этого не может быть, потому что все-таки слишком много интересов на Белоруссии. Заточено разных и политических, и экономических. Значит, какая-то игра. Но в публичном поле мы дистанцируемся. Это мудреннее дело Белоруссии. Наши же могли, так как у нас принято в политической жизни, обижаться, что, в общем, для меня довольно странно для людей, которые занимаются серьезной политикой. Я думаю, что никто в нашей жизни, никто ни на кого не обижает. Ну, послушай, они... Все цинично, все просто и цинично. Неужели ты не допускаешь вероятность того, что они действительно сейчас могут в качестве наказания сказать «Батька, разбирайся сам» и поставить того, как просто нового человека? Во-первых, могут ли наши кого-то там поставить? Это большой вопрос. Ну, я условно, Витя, ты же понимаешь? Сложный разговор. Они могут поддержать гласно или негласно какого-либо... Нет, они поддерживают. Потом тому, кого они поддерживают, начинают поступать всякие приятные предложения. Вот тебе пожалуйста. Ты знаешь, это все такая очень сложная игра. Я не знаю. Может быть, она уже давно ведется. Черт-то не знает. А может быть, нет. В любом случае, Лукашенко хоть и неприятный, капризный, но понятный человек, с которым у нас давно уже устоявшаяся, так сказать, тактика взаимодействия с его стороны. С нашего стороны давление, с его стороны мелкого шантажа понятному. Все предельно цинично. Понимаешь? Все он... Не знаю. Не знаю. Сложный вопрос. Философский. Давайте, знаете, что хотел с вами обсудить, дорогие друзья? Хоть что-то нам тут вдруг сладенького предлагают с барского плеча государства. Врешь. Да, честное слово. Да, врешь. Да. Да, врешь? Я имею в виду, что теперь мы можем с вами получить арктический гектар. Я думаю, что ты, так сказать, вы проговаривали эту историю. С Никитой вчера. Да, да, да. Значит, подробно? Ну, так. Ну, расскажи. Да, да, да. Ну, совершенно другая история. Значит, земельные участки размером до одного гектара в арктической зоне России смогут получить жители, благая новому законопроекту, который подготовил вице-премьер Юрий Трутнев, тот, который сейчас на... Полпред, да, президент. Полпред на Дальнем Востоке. Он в Хабаровске разгребается. Да, да, да. Земля выдается в пользование на пять лет, затем ее необходимо оформить в собственность или долгосрочную аренду. На участке можно построить жилой дом или организовать любую экономическую деятельность. Часть создания преусабельного арктического хозяйства, оказания различного вида услуг, в том числе и туристических. Вчера наши слушатели... Нет, тут где-то это... Послушай, гениальное прислание названия. Гектар Санникова. Согласитесь, это шикарно. Да, да, да. Значит, смотрите, для нас доступны, дорогие друзья, к сожалению, только сухопутные участки Арктики. Да ладно. Ну, мало ли тебе бы там кусок льда бы нарезали. А то обложить налогом, он растает, налог все равно капает. Это раз. Гектар-то есть. А вот так вдруг ты начнешь на шельфе что-нибудь добывать там на своем гектаре. Черт его знает. Так вот... Гектар, да, это забавно. Так вот, для нас с вами, друзья, доступны участки только в сухопутной территории Арктики. Выбирайте. Север Мурманской области. Немецкий автономный округ. А, там хорошо. Там протестное голосование. Да. Там приятные люди живут. Да, да. Да. Безусловно. Так. Немцы, более того. Да. Приятно. Ямало-Ненецком автономном округе. А также 23 муниципальных районов Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Республики Карелия, кстати говоря. Вот, в Карелии. Ну, там все это местные, кто, у кого будет приоритетное право получать участки, значит, по-моему, в течение первых шести месяцев. Сейчас я тут где-то потерял, короче говоря, не важно. Ну, есть определенные преференции у них, как и в случае с Дальним Востоком. Так вот, какая мотивировка всего этого решения? В арктической зоне России проживает 2,5 миллиона человек, причем 90% из них живут в крупных городах. Границы многих из них сужаются, то есть люди уезжают, несмотря на всю сладкую жизнь в Ямало-Ненецком автономном округе, там, на нефтегазовых полях. Все равно люди оттуда бегут, дети уезжают. Кто постарше, вкалывают, получают неплохую зарплату. Даже, по-моему, есть какое-то тяготение. Не помню, я был в Сургуте. Сургут, например, Петербургу тяготеет. Да, в наших вот северных нефтегазоносных районах. А я не знаю, там Ханты-Мансийск, например, у них большое землячество в Москве. И, соответственно, прямо висят поля на дорогах. Как я помню, едешь, здоровые билборды, недвижимость в Петербурге, там, на таких улицах, там, конкретные какие-то жилые комплексы продаются. Как только все учится, либо в Питер, либо в Москву, хоп, туда, и все уже обратно не возвращается. Так, смотри. Вот, и, возможно, у вас есть... Ну, может быть, я неправильно понимаю ситуацию, но вот со слов моих друзей и знакомых, некоторые, которые переехали оттуда, прожив там по 20-30 лет отработав. Значит, так вот, в арктической зоне проживает 2,5 миллиона человек, 90 из них живут в крупных городах, границы многих из них сужаются вследствие оттока населения, при этом базовая инфраструктура сохраняется. Пожалуйста, дорогие друзья, приезжайте. Так, слушатели пишут нам, ребят, огромное спасибо, что вы информируете о том, что происходит в ваших городах, это всегда очень интересно. Пришло сообщение в WhatsApp, посвятите тему про армянские авто, пожалуйста. В Челябинске митинг около ГАИ в данный момент машины останавливают ГИБДДшники и отправляют на штрафстоянки. Смотрите, сейчас я вам расскажу, в чем дело. Это новость вчерашнего дня. По данным ГИБДД, российские водители за рулем автомобилей с иностранными номерами стали чаще фигурировать в ДТП. Сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы и даже изымать зарегистрированные за рубежом автомобили, чтобы стабилизировать эту ситуацию. Водители автомобилей, которые зарегистрированы в Армении, Белоруссии, Казахстане, проблематично, как вы понимаете, отследить в наших базах, поясняют в ГИБДД. Уточняется, что у стран нет единой базы данных. Автомобили с армянскими номерами оформляются на границе по льготной ставке. Поэтому на наших дорогах их насчитывается порядка 300 тысяч. И, согласно новому законодательству, если, друзья, вы сейчас слушаете и едете на машине с такими номерами, владельцы авто с зарубежными номерами обязаны поставить его на учет по месту жительства в течение 10 суток. В противном случае вы лишаетесь водительских прав, и машина отправляется на штрафстоянку. Вот такие дела. А насколько это законная вообще вся история? Нет, я просто не очень в курсе регламента. Мне казалось, что есть правила временного ввоза, например. 10 суток по-новому законодательству. Когда ты приезжаешь, в течение какого-то времени имеешь право не вставать на учет здесь, я не помню, полугода, после чего ты должен либо встать на учет, либо выехать из страны. Вот в Питере, например, полно народу ездит с литовскими, эстонскими номерами и так далее. Они покупают там машины дешевле, здесь их не регистрируют, никаких налогов не платят, штрафы на них не приходят. Именно. Они туда-сюда выезжают, катаются десятилетиями. Послушай, ну ты знаешь, у нас главный специалист по автомобилям Никита Евгеньевич Небылицкий. И мы в какой-то момент обратили внимание, что у нас очень сильно увеличился поток сообщений с вопросом, именно про машины, например, с армянскими номерами, насколько это безопасно ездить, потому что очень классно, значит, зарегился, вот взял машину с номерами и не платишь никаких реально штрафов. Штрафов, понимаешь? Очень много людей, которые сейчас этой опцией пользуются. 10 суток, все. Да. И штраф стоянка. Да. Ну, самое, наверное, неприятное в данном случае лишение прав. А вот, например, мой друг, мой друг, он живет в Монако. Савранский? Савранский. Мы называем его так, национальным стажем. Он живет в Монако. Вот он живет в Монако, он скромный монегаск, с российским, естественно, паспортом. Но машина у него скромная, по меркам Монако, значит, и она с монакскими номерами. Так вот, он не платит штрафы во Франции. То есть на соседней, не просто на соседней улице, а на своей же улице, он уже не платит штрафы за неправильную парковку. Потому что одна часть его улицы – это Монако, а другая часть – Франция. И монакские номера также не отобразаются во французских базах данных. Слушатели, нам пишут, все правильно ДПС делает, народ хотел судьбу обмануть. Я уже год, как говорю, что это мутная тема. Таможня впускала всех, не давая документов. Да, да, да. Еще комментарии. Значит, авто из Армении без права временного ввоза, так как Единый Союз у нас. Ага, понятно. Я честно, я сразу представился, я не в курсе здесь именно по Армении. Знаю, как там со странами Евросоюза регулируется ситуация. Про арктический гектар, ребята, мне просто интересно, вообще как-то всерьез. У вас есть какая-то мотивация рассмотреть вариант получения гектара земли в Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямал-Ненецком автономном округе, Архангельской области, Республики Коми, Карелии или в Красноярском крае? Ну вот у Екатерины есть прекрасная мотивация. Она говорит, беру гектар, съезжаю от шумных соседей. Кстати, про соседей я вам сейчас расскажу. Мы уже рассказали. Ты уже рассказала? Про штрафики новенькие? Нет. До 50 тысяч. Нет, нет, нет. Я, кстати, не знаю, ты сейчас мне пояснишь, об чем речь. Какие еще могут быть, какая у нас мотивация? Я не беру местных жителей. Те, кто живет там, понятно, им там для чего-нибудь какая-то дополнительная земля, фактически бесплатная, пригодится. Какая, какая может быть мотивация у нас? У нас это у кого? Ну вот, у жителей столицы там, условно говоря, в Москве и Петербурге. Не знаю, на кого расчет идет, вот раздавай арктический гектар. Кто должен приехать? Хороший вопрос, кстати говоря. Ну, то есть, понятно, что ситуация похожа на Дальний Восток, откуда люди уезжают. У нас за Уралом живет уже порядка, там я разные видел цифры, но в среднем где-то около 12 миллионов человек на территории, которая там фактически, это там 4 пятых территории страны, 3 четвертых по размеру. То есть, абсолютно пустые земли, где такой, знаешь, тоник, ниточка идут, и города вдоль Казахстанская, потом Китайская граница, туда, значит, к Владивостоку потом она закругляется, условно говоря. Все остальное это пустая территория по большому счету. Вот, есть севера, та же проблема. Несмотря на то, что уровень жизни выше, плохой климат, скучно, не на что просто тратить деньги, банально для этого. Какие-то нужны городские полноценные... Ну, вот смотри... Кого туда будут заманивать? Пускай даже на хорошие зарплаты, там северные, на Ямале, например. Ну, окей, хорошо, да, ну 150 тысяч, но все дороже, во-первых. Во-вторых, еще раз говорю, очень длинная зима, холодно. Ну, вот смотри, смотри, вайбер Лариса пишет нам, слушательница, живу в городе Радужный, Хмау-Югра. Небольшой город, 40 тысяч населения, до Сургута 360 километров. Разница в зарплате и стоимости недвижимости огромная. Радужный нищий город, молодежь уезжает кто куда, и в основном в городе, пишет нам, Лариса, остались, например, дагестанцы. Дагестанцы. Значит, речь идет о том, что туда, раздавая землю, мы все-таки будем завозить либо населенные республики Кавказа туда поедут. И там, кстати, кавказцев много очень, и чеченцев, и дагестанцев, равно как и на Дальнем Востоке. Вот, уверен, вы подтвердите мои слова. Вот, либо это будут приезжать, например, многочисленные наши новые соотечественники из республики Средней Азии, которых так много в Москве, которые здесь занимаются неквалифицированным трудом. Там они получат землю и поедут туда осваивать, так сказать, пустынные северные рубежи страны. Про, как вы выражаетесь, севера прекрасную мотивацию прислал нам слушатель ватсап «Романтика». Ребят, если вы хотите увидеть выражение Витиного лица после вот этого, да, зайдите на наш канал в Ютьюбе. Виктор Кириллович, смотрим на часы и говорим слушателям, продолжим через несколько минут. Оставайтесь под серебряным дождем. С приветом, Набутов. Вы знаете, удивительным образом, дорогие друзья, еще раз доброе утро. Дарья Гордеев, Виктор Набутов, еще полчаса мы с вами втроем. Потом присоединится к нам Николай Кальчев-Сванидзе с обзором главных общественно-политических событий недели. Про видеотрансляцию не забывайте. Поэтому вся политика, наверное, уйдет у нас туда. Вот, спрашивают наши мудрые слушатели, когда начнут раздавать гектар не на Дальнем Востоке, не в Арктике, а когда начнут раздавать гектары в Калифорнии. Почему-то забыли про Аляску опять, про две территории, которые несправедливо, несправедливо потеряла наша страна, как и Крым, и которые, я надеюсь, все-таки будут инкорпорированы обратно. Мало земли в стране, я хотел сказать, я не могу сказать, что это моя позиция, даже я бы сказал, что, возможно, я был бы против, но многие хотят, чтобы Калифорния вернулась в родную гавань. Вернулась в родную гавань. Я напоминаю, что Калифорния где-то в первой трети девятнадцатого века, там был основан Форт Рос, русский форт, по большому счету, который, ну, так сказать, долгое время, он эксплуатировался, был основан русско-американской компанией. И, собственно говоря, это была самая дальняя точка, так сказать, нашей страны. Я тебе больше скажу. Я готова пожертвовать собой и взвалить на свои хрупкие девичьи плечи непосильную задачу. Я готова возглавить этот регион. Регион. Да. Да. Ну, хоть сейчас. Или, возможно, Фургало туда. Нет. Бросим Фургало на Калифорнию. Нет. Не надо никого. Я сама. Пусть больше никто не страдает. Так же я в Калифорнии, как я. Ты понимаешь, задача сложная. Можешь не пройти проверку на патриотизм, мне кажется. На скрепный патриотизм. Гордева, не знаю. Подумаем. Подумаем. Но, если что, рассмотрим твою кандидатуру. Если для дела надо, я могу быть очень нежной. Мы с нашими слушателями, мы потенциальные калифорнийцы, рассмотрим твою кандидатуру. Калифорнийки и калифорнияки. Да, да, да. В 1841 году мы продали, значит, Форт Росс, поселение гражданина США швейцарского происхождения Джону Саттеру. Вот. Какая история. Наши слушатели... Ну, собственно, и Аляску мы продали, но мы понимаем, что это все ничтожные сделки, они были совершены под давлением. Вообще, американцы, эти жулики, проклятые пиндосы. Возвращайте нам Калифорнию, сволочи, и по гектару там каждому жителю страны. Быстро. Галина из Москвы... Тех, кто в пределах Садового кольца, конечно. Да, пишет нам, ввиду новости про арктические гектары, густоту населения страны, вот о чем подумала, пишет Галя. Население Земли уже практически 7,5 миллиардов. Так что в глобальном смысле, сами того не желая, наши власти сдерживают растущую нагрузку на планету. На такой огромной части суши, по сути, нет ни населения, ни промышленности. Это правда. Глубоко копнула голина. Это правда. Это правда. Я как-то днем летел во Владивосток, и ты летишь, и бесконечно под тобой большое, как бы, ничего. Лес, лес, снег, снег, лес, лес, снег. Ни одного огонька. Спасибо нашим слушателям. Я не устаю говорить, что у вас прекрасное чувство юмора. Новый девиз прислали нам в WhatsApp. Обнулился сам, обнули Аляску. Меняем Аляску на Гавайи. Инкорпорирование. Вот, ну ладно, ладно. Я пока вот все-таки не вижу... Аляска — это айс Крым, пишет Игорь из Москвы. Да, да, старая шутка, старая шутка хорошая. Ребята, честное слово, на самом деле вопрос без подвоха. Хочет ли кто-то из вас взять вот этот самый арктический гектар? И что делать там будете? Ну, там есть условно предлагаемые виды хозяйствования, они обозначены. Либо вы можете там жить. Мы поедем и помчимся на оленях утром ранним. И наводимся прямо в снежную тайгу. Это либо жить, можете построить дом, либо организовать приусадебное хозяйство, либо оказывать какие-то услуги. Например, туристические. Слушай, нам надо петь это, арктический гектар, ветер северный. Либо что-нибудь такое. Пока не вижу энтузиазма. Кстати говоря, ровно то же самое, по-моему, происходит и с нашими дальневосточными землями. У меня два знакомых оформили дальневосточный гектар. Сколько это было уже? Три года прошло с тех пор. Ну, просто в порядке интереса. Слушай, там... И ты знаешь, так до сих пор туда не долетели. С Дальним Востоком мы со слушателями очень подробно обсуждали этот документальный фильм в эфире, опять же, у того же Небылицкого. Если ты не видел, это проект-редакция, и Пивоваров сделали фильм о староверах, которые сейчас живут в Бразилии. Которые уехали из России после революции сначала в Китай, после того, как там коммунизм, значит, там Южная Америка. Это потрясающе. Во-первых, если ты не смотрел, сделай это обязательно. Это потрясающе. Так вот, там, например, один из участников фильма, у него там большая семья, у него 100 гектаров, собственно, в Бразилии. То есть там потрясающе, что они делают с этой землей. И вот он как раз, один из вот этого поселения староверов, сейчас занимается тем, что переезжает. И переезжает в Россию, и именно на Дальний Восток. И существуют люди, которые специально помогают, например, таким людям вернуться именно туда. И выясняется, что их вообще-то уже порядка ста человек. Вполне возможно. Это староверские колонии в том числе и возвращенства. Да, но это круто, потому что это те люди, которые действительно поднимают землю. Вот в чем дело. Но у них абсолютно закрытый уклад жизни. Мы запустили со старшим канал Набутовы, и у нас две недели назад вышла первая серия. Как раз там отец рассказывает о том, как в одно из таких староверских поселений пытались приехать товарищи с урнами по голосованию. И, так сказать, как глава общины, значит, в какое место и насколько быстро они были отосланы. То есть это абсолютно такое, как бы, самодостаточные поселения, которые живут по своему закону, по своему укладу и с внешним миром очень мало коммуницируют. Как правило. Хотя бывают и исключения. Доброе утро. 730-101. Здравствуйте. Здрасте. Доброе утро. Доброе. Прошу вас. Доброе утро. Там называется и газ, и электроэнергия, и дороги. Ну, дома я уже не беру, это как бы святое. Сам хочешь жить, живи в сарае, не хочешь, живи в другом. Но после этого каждый год поднимаются налоги, каждый год поднимаются цены на газ. За газ мы платим аж пять раз. Поэтому, ну, вот как-то так. Вот они хотят впихнуть наших людей в такую авантюру, что вы за свой счет сделаете дорогу. Проведите коммуникации. После этого мы придем добрые, богатые. Скажем, что здесь нашли нефть. И все. И, ребят, до свидания. Вот вам вместо там миллиона... Понятно. Какой вы коростолюбец. А отдать жизнь на благо Отечества? Ну, это святое. Естественно. Вот. Спасибо, Игорь, огромное за звонок. Наконец-то слова бодрого человека. Как вариант, о том, чем можно заниматься на этом арктическом гектаре, слушатели в WhatsApp прислали, например, смешить белых медведей. Я не уверен, что они там остались. Потом совершенно разные все-таки регионы. Но одно дело, это Мурманская область, совершенно другое. Это Ямал-Ненецкий автономный округ. Третья совершенно история. Это вот какие-то муниципальные районы Красноярского края. Представляете, какая география, какой разброс. Где Красноярский край, где Архангельская область, а где Карелия? Сейчас Карелия вообще у нас на топе по части внутреннего туризма. Совершенно замечательные места. Опять же, она очень большая. Есть Карелия, которая близко к Питеру, а есть Карелия, которая уходит туда на север. Там сплошные леса, никаких коммуникаций нет вообще. Девственные прекрасные раймашки, я ее так буду называть. У меня нет карты, я не вижу, какие пока конкретно кусочки будут нарезать. Ты знаешь, я выступаю полностью за предложение нашей слушательницы Ирины. Она предлагает наши госструктуры отправить на арктический гектар. Недвижимость недорогая, а в Москве заодно площадь освободится. Вы понимаете, вы сами же себе роете сейчас яму, Ир. Ну, представь, мы отправим туда правительство, Верховный суд и все на свете. За ним поедут чиновники. Куда едут чиновники, туда едут и все остальные. Вот вы пока сидите в теплой московской квартире, хихикаете, как и я, собственно говоря, в таком же теплом московском стуле. А ведь придется нам всем с вами тогда туда отправляться. Потому что там будет центр деловой активности, где чиновники, там и деньги. Да и пусть... Понимаешь? А и Москва пустеет. Там суровые северные люди, с которыми не забалуешь. Там суровые южные люди уже, как правильно. Обнесут их тихонечко заборчиком. А они из Казани нам пишут. Я взяла гектар на Дальневосточном, да. По совету, в хорошем месте, 90 километров от моря. Думала, не дадут, далее, но... Всего 90 километров. Всего, да, фигня. Но, пишет Аня, ни разу там не была, а теперь еще и отчитываться за него должна. А теперь еще и отчитываться, а потом и платить налоги. Вот какая история. Вот какая история. А как смешат белых медведей? Я заинтересована. О, ребята, спасибо. Варианты накидывайте, как смешать белого медведя. Я знаю, как себя вести, как отбиваться от белого медведя. Знаешь этот старойник? Да, ну, конечно. Ну, расскажи, слушайте. Ну, он неприличный. Не надо. Да, он не очень. Олег из Тюмени. План такой. Берешь гектар в Арктике, объявляешь независимость и становишься арктической сверхдержавой. Объявляешь войну Англии до обеда. Это не экстремизм, это информирование. Неплохо. Ты что-то про соседей мне рассказывал. Да, про соседей. Слушай, ну, это предложение наших депутатов. Депутатов, одного из которых зовут Анатолий Выборный, он член комитета по безопасности. Предлагаются повысить штрафы для шумных соседей до 50 тысяч рублей. На секундочку. При этом делают исключение. Например, шумом не считается. Плач ребенка. Звук шагов при обычной ходьбе. Специальные работы. Аварийно-восстановительные или какие-то там неотложные работы. Которые связаны с обеспечением личной и общественной безопасности граждан. Но при этом, что предлагается? Например, если звонят хулигану дверь, а он не открывает, а мы со слушателями обсуждали. Ты представляешь, в панельном доме, как иногда непонятно бывает определить источник шума. У меня просто прямо история свежака из собственной жизни. Так вот, предлагается, например, наделить органы полиции правом вскрывать дверь. Таким людям. Ты знаешь, когда у тебя такая козлина завелась в подъезде, а у меня вот такой есть. Я полгода его искал, эту сволочь, которая по ночам слушает музыку. И непонятные источники друга. Сверху, снизу, сбоку. Нашел через два этажа. В итоге мне бы настучал в бубен. А какое количество квартир можно было вскрыть за это время? Я вам расскажу сейчас историю. Какие иногда бывают соотечественники. Земляки, так сказать. В Нижнем Новгороде в суд поступило уголовное дело в отношении человека, который в течение двух лет истязал соседей громкой записью конского ржания и топота. У меня вот соседи надо мной здесь, в Москве. Такая же 14-этажная панелька. Значит, у них собака огромная. Ньюфаундент. И вот он топчет так. Причем ночью, круглосуточно. И у него там что-то пожрать хочется. Он встает и топчет, топчет, топчет. Спать невозможно. Вот как с такими быть, например? У нас есть законодательство. Законодательство по борьбе с шумными соседями, оно в каждом регионе свое. В том числе и есть и в Москве. И оно нормальное. И? И у нас почему-то полиция не выполняет своих обязанностей. Я не знаю, что я могу сделать, если у людей огромная собака. Ну, во-первых, ты можешь с ними поговорить. Ну, я с ними поговорю, что, и усыпить, что ли? На дачу отвезти? Дачи у них нет. Почему усыпить? Она постоянно находится в квартире. Есть мягкие покрытия. Ну, конечно. Да, да, да. Ну, все есть, послушай. Чем закончится понятно? Нет, вопрос не в этом. Вопрос в том, что действительно бывают ситуации, когда человек не идет тебе навстречу, скандалит, хамит в ответ. Вопрос в том, что все придумано. Окей, окей, окей. Мне кажется, это такая нерешаемая, на самом деле, до конца проблема. Можно запретить, например, владение большими собаками в городе. В Питере, вон, котам топать пытались запретить. Окей. Так вот, про этого чувака из Нижнего Новгорода. Значит, по данным судов, жителям на квартиру дом произошел конфликт с соседями. Ну, как обычно. После чего он стал совершать систематические насильственные действия, которые выражались в создании шума, превышающего предельно допустимый уровень. С помощью установленной в квартире акустической колонки он громно включал звукозапись конского ржания и топота. Таким образом, он встретил своим соседям сверху, которые якобы шумно топали по утрам. Соседи писали жалобы, там, то, все это все длится уже довольно долго. Значит, по катающему максимуму выписывали штраф, но сейчас на время следствия он временно подтвержден, помещен под стражей, у соседей появилось время для передышки. Я хотел спросить вам, как соседи досаждают. Расскажите каких-нибудь таких же душесчипательных историй. Ой, ребят, а я, наоборот, я хочу историй, когда все хорошо завершилось и конфликт был урегулирован мирно. С любым, с любым финалом. Доброе утро. Нет, еще раз, посмотрите на часы Виктора Кирилловича. Друзья, мы продолжим через несколько минут. Итак, воины с соседями. Это вечная история абсолютно для нас, для жителей многоквартирных домов в больших городах. А мы все-таки страна очень урбанизированная. Вот смотрите, что вы пишете. Так, было дело по прежнему месту жизни. Наши соседи громко включали тяжелый рок, а наш кот в ответ ходил к ним гадить в цветочные ящики. Причем сознательный, по собственной инициативе, сообщает нам Мадим. Соседский мальчик, плохой мальчик, стучит нам по стене мечом несколько раз в день, по полчаса-часу. У других соседей собака лает. Видимо, когда ее оставляют одну, у третьих соседей, уроки пианино. Нам очень весело. Зато ты не... Вот в изоляции же, как действительно вот сейчас весь... Ты невозможешь сидеть в четырех стенах, а тут вроде хоть какая-то движуха. Ты знаешь, я могу рассказать историю собственной жизни, потому что ровно надо мной, сейчас, по-моему, эти люди, слава богу, съехали, жили соседи. Ну, во-первых, у них, судя по всему, было несколько очень больших детей, которых они выпускали гулять только по ночам. А еще такой, знаешь, металлический куб, который они явно по ночам катали. Все бы ничего, но соседи — сотрудники МВД. И они очень любили, знаешь, где-нибудь в районе 11 часов вечера на всю Ивановскую включить, например... Шансончик. Шансончик. Но, как ты понимаешь, участковый приехал и уехал. Но как бы эпик фейл — это было, когда я проснулась в пять утра из-за того, что... От того, что они под баян на балконе летом орут песню из неуловимых. Вот это... Но это вот тот случай, когда участковый не в состоянии сделать ни-че-го. Не-че-го. Корочку показали? Не самая плохая песня, между прочим. Не в пять утра. Не в пять утра в воскресенье, Витя. Понимаешь? Доброе утро. 730-101, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Здрасте. Доброе утро. Доброе утро. Давайте. Прекрасно. Слушайте, я вам сейчас душесчипательную историю расскажу про моего соседа. Так. Мы начали ремонт. Значит, только принесли вот эти пачки с цементами. Так. Разложили по квартире. И тут же прибежал сосед и сказал, что он сидел у себя, значит, дома, услышал проход. И у него потрескались потолки все. Красиво. Да. И, значит, гипсокартонные, вы представляете, в новом доме, причем у нас заморожена была стройка на три года, в новом доме гипсокартонные из лепни на потолки сделал. Человек прям от души так хорошо налепил. Стильный парень со вкусом. Да. Вы бы видели его дверь просто. Вход в Версаль. Он в шторм Бевальди играет. Это вообще прикольно было. В общем, грозился как мог. Ну, полиция, как всегда, ничем нам не помогла. В общем, ходил, терроризировал нас. В итоге, чем только нам не угрожал. И, представляете, так неприятно. Вот мы уже, как бы, все... Он, конечно, ничего не топился. Мы везде были правы, и никаких нарушений не было. Но вот до сих пор прошло уже, не знаю, мы там живем в годы три-четыре. А вы ему отомстите. Вы сделаете у себя римские термы, которые будут периодически... Это неплохо. ...прямо в столовой, которые будут подтекать слегка. Знаете, у меня было... Ну, он ходит до сих пор фыркает на меня, не понимаю, почему. Ну, вот есть же такие вредные люди. Но у меня был один момент, я ненарочно ему отомстила. Значит, у него родился ребенок, а этот ребенок плакал вообще круглыми сутками. Так. А я встаю очень рано утром, и в четыре часа утра вот только они успокоили ребенка, я за это все слышно было, хотя я никуда не жалуюсь. Думаю, ну ладно, ну что ж поделать, ребенок и ребенок. Вот. И встаю, в общем, случайно тянусь за телефоном, поскольку зазвенел будильник, и тут огромный, граненый стакан из Икея. Опа, утром! Миллион мелких кусков! И тут я слышу, как он начинает орать ребенок. Конечно, ребенок тут не причем, но, знаете, вот так, как говорится, Невольно, да. Понятно. Невольно, да. Было приятно, конечно. У вас появился собственный агент влияния во вражеском стане. Да, нет? Да, спасибо. Так, значит, каблуки и ламинат, жутчайшая смесь, как в банкетном зале. Согласен абсолютно, проблема многим знакомая. Так, так, так. Бабулька с верхнего этажа кормит голубей, просто кидает жратву вниз, вот что с ней делать? Чтобы голуби набреющим ее подхватывали, что ли, эту жратву, извините. Так, у меня, кстати, такая же бабулька, поэтому машина всегда загажена. А ты знаешь, я хочу... Я все думаю, что это к деньгам все себя как-то успокаиваю, понимаешь? Но хожу весь, так сказать, в гуану. Но гуана остается, а денег нет. Ты знаешь, я хочу прочитать хорошее сообщение. Пишет нам в WhatsApp. Я люблю своих соседей сверху. Вечером по субботам они слушают классную музыку. По будням у них будильник звонит чуть позже моего, поэтому я никогда не просыпаю на работу. Сейчас у них ремонт, но спасибо, что в выходные не сильно шумят и все шумные работы делают в будни днем, когда я на работе. Желаю им скорейшего окончания ремонта и крепкого здоровья. Подпись Дарья, Москва, улица Лескова, дом 8. Даша, это прекрасно. И давайте последнее сообщение. Жизнь в Человиннике подразумевает, что вы согласны, что кто-то еще тут живет. Если не нравится, просто переезжайте в свой дом и наслаждайтесь тишиной. Я бы запретил жаловаться на шум, и может тогда люди будут думать, где жить, сообщает нам Роман из Перми. Я с этим полностью не согласен. Тем не менее, тема рабочая. Переезжаем на Арктический гектар. Костя из Нижнего пишет. Ребят, спасибо, сейчас вез пассажира, слушал вас, пассажиру понравилось. Прилетели чаевые. Костя, мы стараемся. 10% дали, а ну зачислите, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!